я сейчас хочу извиниться, пережечь всех, которые зовут Ольга так и хочу с ней подружиться как это теперь сделать но и в то же время доказать, что как сказать-то что в том, что я говорил, тоже есть доля правды хотя бы на них чу согласиться вот сейчас вы поймете к чему ну вначале, простите ни в одном видео про корневую шейку не рассказываю то, о чем вы говорите тем более про то, что корневая шейка вышла на 7 сантиметров не поняла только вы что говорите, вы не поняли а я с вашего рассказа не понял так бывает внимательно еще раз видео посмотрите речь идет о проседании грунта если посадочная яма не была подготовлена ну если кто видел мои фильмы там просадки быть не может потому что посадочной ямы нет вот, то есть речь идет о другой технологии я считаю более современной но она считает, что ее учить поздно саженный случай сажать на холме который потом просядет корневая шейка будет на уровне земли вот, вы смотрели, ничего не поняли да я-то как раз понял, но может не так преподнес, не хотел вас обижать почему вы показываете не мои фото ну это же вебинар вы меня затолкнули на эту тему не стоит приписывать то, что ко мне не относится не буду, извините ради бога и уважайте тех, кто вас не поддерживает ну, у меня полно таких друзей я стараюсь как-то, но с вами как-то еще раз извините уважайте талантливых садоводов и Попова в том числе да, мне не понравилось, как Попов учит ладно, надо было и тоже не говорить про ничего про Попов, может быть говорить, но без фамилии и у покойного Попова прошу прощения очень плохо, когда у человека есть два мнения ваше неправильно я про вас это более чем некрасиво да, некрасиво каждая теория имеет право на существовании но это не значит, что она только ваша знаете, Ольга каждая теория имеет право на существовании так же, как я отговорю, что люди вначале было высоко разница потом одичали и залезли в пещеры а потом давай делать каменные орудия и высекать огонь с нуля начинают так бывает надо мной смеются знаете как ваши ученые знаете как, почему посмотрите если вот эта картинка еще, допустим как-то на людей похожа да вот, и орудия труда все а вот эти знаете так сложно мы не люди мы считаем обезьяны только у нас хвост а от шох или от пал вот вдруг каким-то чудом за сто тысяч лет мозги в два раза увеличились ведь понимаете вот это что мозги в два раза увеличились якобы это дурь это чушь это неправда это оно стало основой атеизма атеизма а значит завело нас такой тупик что церкви взорвали именно поэтому что нас изобразили такими вот то есть да теорий может быть много видите это моя теория она категорически отличается да бывшая высокая цивилизация отличала до нуля вот до этого состояния вот ну только что мозг в ряде в два раза уменьшился это уже фантазия художника вот так теперь сейчас поймете почему я все-таки не пропустил эту самую вашу но как бы сделать так я в конце концов сделаю вывод и призываю вас перейти на мою сторону несмотря на то что сейчас это будет сложнее сделать после вашей обиды итак вы Ольга так вы выпускница МСХ РГ РГАУ ну это Тимирязевка знаменитая дело в том что я сейчас не буду мы уже раз прошли это зачем по-новому повторять вот кому надо он возьмет эту ссылку откроет посмотрит да значит что меня здесь задело меня задело то что вы зная замечательных садоводов как вы их назвали гениальными да перчиков потопов кто тут еще колесников вот вы решили что уже все позади все больше что касается практики теории может быть много а вот что касается практики вы видимо решили что на этом может все закончить вот вы написали вам не интересен кордю конечно не интересен что там это самое он же больше вас и ниже вас Вы же эти кака, принято говорить, одноклассники Вот так, дальше Вот это вот, сейчас я попробую расширить эту тему Я вынужден, почему? Потому что, если все-таки в какой-то момент, мне кажется, вы зря остановились Считаю, что все умные позади, а впереди никого Смотрите, вот это вот, я сделал фотографию прямо с сайта вашего, это, Тимирязевки Первокурсники, да, есть как один Посмотрите на эти милые лица Беда в том, у меня есть доказательства тому И вы сами можете это Вот, допустим, я как говорю, вам дадут миллион долларов Скажут, вот этих ребят, и пусть они вам в сад вырастят Вот, вы им никогда доллара не дадите Они не вырастят никогда в сад Никогда, хотя вот они с саженцами И ничего у них не вырастет никогда Сейчас я объясню, почему Значит, я выбрал из фотографии Которые не для того, чтобы там вам перечить А наоборот, чтобы сделать вас своей союзницей Ольга, я уж там не стал вникать Фамилиями очень, даже неудобно Ольга из Тимирязевки Вот смотрите Вот эта вот шелковица, да Видите, как она, это самое Дерево корни собственное Попробуйте найти север, не найдете Так, значит, способ, который вы предложили Она, как говорят, не совсем практичный Так ведь Вот эта вот груша, вот она В моем саду Разница между привит, вот это, что не собственное дерево Это привитая Заключается в том, что на прививку берется почка с боковой ветки Ждать от нее пропорциональности невозможно А речь идет о первых годах жизни Пересадка обычно как первый, второй, ну максимум третий год Потом уже непрактично и опасно Речь идет о саженцах фактически Одно-двухлетних Вот И у них, если вы думаете, что за один-два сформировался штамп И с севера нет веток Это глубочайшая ошибка Весь сад обошел Не нашел подтверждения вашим словам Но это ничего не значит Это нормальное явление Почему? Кто-то вам когда-то рассказал об этом Помните, мы же не проверяем Мох растет с северной стороны Они заблудились в лесу Обошли дерево вот так вот Круг И вот вы уже знаете, где север Уже легче выбраться Все правильно Где-то кто-то когда-то увидел ветки с северной стороны меньше Но это дикоросы А мы-то культурные Я вот специально выбрал безобразную Это да, мои деревья Молодые Там пять лет, допустим Вот И попробуйте сказать Как она росла Выбираю ее к северу Нет, ему еще невозможно выбрать Она для этого слишком молода Потом с годами Если северные ветра будут доставать Где-то с севера, может, раньше ветки отсохнут И действительно можно будет определить Ну, пересаривать будет поздно Ну, по крайней мере, вы-то понимаете, о чем речь идет Вот Дело в том, что я же предложил альтернативу Вот, кстати, я выбрал саженец Полностью пропорциональный Вот и годовалый, да Это у меня в саду Попробуйте найти север Попробуйте здесь найти север Тут все как раз наоборот Чем север Вот Теперь, значит Ну, то есть Как Боковая ветка как росла Я же ее даже выпрямить не смог Она чуть ли не боковая осталась Вот так, теперь Значит После всего, что я сказал Я просто повторю для тех, кто все-таки в курсе делал Кто прошлый вебинар смотрел Вот Еще раз Понимаете, есть такие люди Которые никому не верят Вот, например, вот гениальные Вы назвали несколько фамилий Четыре фамилии Какие бы они ни были гениальны Никому из них не верю Понимаете Я верю только в то, что вижу И всегда получалось В всю мою жизнь Из сотни примеров Ну 90-95% Это где не совпадает С тем, что наши гениальные пришли Как это могло случиться? А я объяснял Нет Не они дураки А я умный И не я дурак А они умные Нет, не так Просто понимаете Север Есть север А большая часть России Это север И вот эти вот приемы Которые шли с юга Они постепенно стали Помогать перестали Потом мешать стали А потом они оказались смертельными И мы это будем проходить Понимаете Вот У меня, видите, как Когда кто-то считает Ну какой-то дурачок там Высунулся Как приобрел известность Непонятно Что это самое Ведь это же Величайшее достижение Что меня прогнали Кто-то говорит О, Зерезов Прогнали с трибунами Народной конференции Пять академиков Сидело в президиуме Никто не заступился Вот Отказались показать фотографии Представляете, Ольга Дальше я буду к вам лично обращаться Вот А отказались показать фотографии Сказали Вот просто Критиковать взялся, да А я зачем туда ехал И вот получилось что Значит У каждой Вот Есть такое Ой, неудобно говорить фамилию Она как бы У властей Не на слуху Он В одном из своих этих Самых Монологов Сказал так Все Поколения Ученых Переписывали Диссертации Друг у друга То есть Понимаете Почему наука Застыла А раньше Это все было вроде бы правильно Но на юге Вот А надо было приехать С Норильска Вот смотрите Я просто не хочу выглядеть Я вам показывал Свои эти регалии Ордена Смотрите Видите Вот Что за этим стоит За этим стоят Определенные мозги То есть Вместо длинного рассказа 20 минут Я просто говорю Пятнышко Перед пересадкой Сделайте у земли И пятнышко Это же самое Пусть показывает направление Чтобы А потом Вспоминаем старый вебинар Ольга Может быть вы действительно А Так вы можете этого просто не знать Вы смотрите Рассказываю как металлур Первое Уже специально для вас Значит Я сажаю Пламышный сад Там полторы тысячи деревьев Яблонь Ну это первый этап Значит Саженцы пошли в рост Я вбиваю коле С двух сторон по колу И жестко подвязываю Остров Видит все меньше Слушайте внимательно Значит Проходит время Год-два И теперь уже Не Этот саженец Держится за коле Чтобы Ветер не сломал А коле Успели за год За два А хотя Там сухо Всегда у меня было Вот Успели Подгнить И Теперь они Держатся за дерево Им веревки не дают упасть Вот так вот Держатся за дерево Так или так В общем держатся Тогда я выдергаю коле Так И смотрю Низ Ниже уровня земли Кол Значит Целый Так Выше уровня земли Метровая или полутораметровая Палка целая А упала Перегнила Полностью На уровне земли И вот я думаю А почему дерево Это так Держится Тогда Спор Есть ли корневая шейка И где она Решился Раз Навсегда В мою пользу Упала Семечка Корень пошел вниз Семечка упала И лежит на земле Корень пошел вниз Вершок пошел вверх Вот она Корневая шейка Осталось Осталось ее Пометить И пересаживать Значит Это Этот разговор У меня ушло Несколько минут Почему Потому что Есть такое понятие Я металлург Коррозия металла Где происходит Наибольшее Разрушение металла Да Половина из вас знает Может даже в школе Проходили Не помню По химии Значит На границе средств И тут среда Воздух земля Воздух земля Ясно что Именно здесь Наиболее опасное место Вот Именно поэтому Я противник Этих карликов Которые палку втыкают Она бросает корнями А у нее не было Корневой шейки Никогда не будет И век короткий Ничего особенного В сухих регионах держится В сырых сгнивает Как та же палка Вот Фотографии у меня Все проходили То есть И второе Направление Вы правильно сказали Надо посадить Этой же стороной Вспоминаем мы опять Годовые кольца С севера Расстояние между колечками Поменьше С юга В два раза Четыре больше Потому что С юга тепло Развитие древесины Идет в ту сторону А с севера нет Можно спилить дерево И понять Где север Таким образом То есть Сделать пень Хотя это вару Что да Вот Ну тогда получается Пятнышко поставил И все И получается Вот У меня таких вот сотни Да Вот пятнышко И все А потом Человек приходит На этот самый На базар На рынок Где ваши пятнышки Поумнели Уже тысячи знают Про пятнышки Вот вы еще не знали Иначе вы Про них бы и рассказали В своем фильме А Прошел этот Джейзов Умник нашелся Вот пока так Судьба этих самых Изобретателей А это самый Мой простой пример А теперь смотрите Значит Для меня Вот это вот Как-то РГ Я запомню До сих пор не могу Хотя был у них В гостях Пока не Не выгнорил МСХРГАУ Московская Сельхоз Сельскохозяйственная Академия Российская 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 Академия У Ну ладно Хорошо вы знаете Вас красит то Что выпускница Я вас предлагаю Перейти на мою сторону Почему Смотрите Сейчас вы перестанете На меня обижаться Потому что Я вам открываю Страшный мир Страшный мир Ваших коллег Вы только выпускница Вы не написали Кандидат Доцент Аспирант Вот Давайте смотреть Когда-то Появится книга Под таким названием Вот такая вот Почему Сейчас Вот это вот Да Смотрите Вот это Мой архив Вот он архив Вот здесь есть Так Это у меня Особый Архив Сейчас вы увидите Это очень важно Потому что От этого зависит Все будущее Садоводства Вот Вот здесь Да Начиная от таких Дебильных Этих Искусственный крон И все Вот это Вот Это примерно Третья часть Я только Собираю этот архив И не считая Того Что у меня Еще не разобрано В этих История Преступления История Преступления Страшная История Вот А сейчас Я просто взял Так Если бы не написали Что выпускница Да Я бы не стал Бо этого Вот Страшная история Смотрите Я Несколько Примеров Вот Стать Еще не разобрано Вот Я Ждаю Чтобы вы знали Я Четыреста статей На пятьдесятом Наверное Я здесь тоже Не уступлю Ни одному Академику И у меня Три книги Напечатаны И еще Кое-что Правда Помельче Четыреста Этих Пятьсот Фильмов Так что Наверное Первое Кто Так В таком Тоне Разговаривает Я правда Заслужил Я извиняюсь Другое Дело Что Ваши Коллеги Уже Зная Об этом Молчат Как эти Смотрите Читаем Р Г У МСХ Узнали Именно Ваша Вы выпускница Вас этому Учили Как уродовая Деревья Вы понимаете Это Ведущая Наша Тимирязевская Академия Это Я считаю Вот это История Одного Преступления Как я Назову Потом Эту Книгу Вот Это Действительно Страшное Преступление И Хотите Сказать Анекдот Ой Я забыл Это Так же Написано Вот это Все Вот как Тут И моя Фотография Красуется На этом Сайте Название Изменили И я подумал Ребята Где же Вы гениальны Это были Где же Ваши Абрикосы Если моя Фотография Абрикос Я потом Другой раз Покажу Вот Именно вам Ольга Покажу Почему Ну кто-то Вышит Этот ролик Этот фильм Куда Вы делитесь Посмотрите Раз вас Касается Можете Еще раз Напишите Что я Клевещу Вот я Оклеветал Разве Слово Имените Мирязев Видите Я говорю Это преступление Это тупость Невежество Умноженное На это самое На глупость Уже не знаю Как говорить Вот это все Смотрим дальше А вот это Кандидат Наук Номер Раз Видите Знаете Когда она Взяла Тут десятки Их Вот так Вот Тик 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 А видите Верси Плодовые Вы там Выпуститься Вы знаете Плодовец Зачем она Это делает Она Скороговоркой Назвала Который растет Вниз Который растет Бог Который растет Вверх Потом я вам Еще самую Смешную фразу Ниже Назову Отдельно Которая Говорит Что Она Такой же Кандидат Наук Как те Кто переписывал Диссертации Друг у друга Вот это Пожалуйста Подчеркиваю Кандидат Наук Дальше Вот это Муравейник В разрезе Кандидат Наук Ганечкина Я уже Открытым текстом Фамилию Назову Не могу Это уже Уже Устал Называть Эту Ольгу По фамилии А вот это Ганечкина Да Которая Вот такой Муравейник Вот Сложнейшее Сооружение Гениальнейшее Которым Она ничего Не знает Не понимает Она даже Не знает Зачем Муравьи В саду Представляете Уксусом Полила Прямо На глазах Умирен Ну Кандидат Наук Формирование Обрезка Еще один Кандидат Наук Крупнейший Черешневод России Я Кстати Я вас знаком С вашими Коллегами Вы можете Все не знаете Я зато Всех знаю Судьба Такая В одном Ярусе Образуется 5-8 лет Прочитали Так нет Оставляет 2-3 скелет Здесь 3-4 Потом 2-3 оставляет А потом Фотографии Я это называю Этот самый Садовый Христос Внимание Валидол бы Под язык положить Смотрите А потом Что же у нас Черешки Там нет В России Вы представляете Что она На это Чем она научила Книга целая Видели Ну Это ваше Я почему говорю Потому что Они Любая из них Может сказать Пока Тридам назвал Что я клевещу Теперь Мужик Это не какой-то Вам кандидат Это доктор Наук Вот как он Снизошел до Этого Ну я понимаю Сейчас докторам Как Вы же уже Все знаете Правильно Это все Там гениальные Предшественники Все уже У вас научили Что остается Только деньги зарабатывать Селекции Уже Этого Вы не признаете Ольга Ну вы Бусница Значит тоже Имеете отношение К этому Да Вот Значит А так уже Все позади Все Уже Это Все известно О том Что правда Не известно Что Доктор Посадил Надо было Обрезать На половину Как минимум Так Значит будет Плохо расти Плохо развиваться Больше болеть Покрываться Тлей Покрываться Жуками Пауками Гусеницами Тлей Вы представляете Посмотрите Сколько Ящик И опять Раз в два Три ведра Помните На прошлом Вебинаре Критиковал А оно Это надо Так вот Самое интересное Сейчас увидите Проябленью грушу Он понятия не имеет Что у груши Очень слабая Корневая шейка Та самая Смотрите Это что Саженец Это урод Натуральный Сто процентный Урод Как можно Вот это Выбрать Качество Лучшего саженца Чтобы показать В всей стране А Доктор Хороший ваш коллега Видели Полевка Почка А как Меньше Дырка Не будет Это я уже Песню Хотел спеть Расцветали Смотрите Когда он Посадил Эта урода Он еще раз Говорит Я сейчас Буду делать Бордюрчик Сделал бордюр Вы знаете Сколько тут земли Тут пол куба Вы знаете Что Как бы он И не утрамбовал Она потом Провалится Еще сантиметров На 30 Но Ну что будем делать Вот с такими Ну Ведь не со мной Надо Это Если мы с вами Подружимся Если вы будете Делать фильмы Ну тот фильм Не сказать неудачь Я проверял На других Трудно понять Когда на пальцах Объясняют Вот он Объяснил Взял Не поленился Да Только посадил Наверное смерть Если это груша Яблони держат Даже это раны С этой раны Может еще Как-то это выжить Но груша Нет Просто он мог Этого не знать Можно яблони Специализироваться Думаете Все Вот что интересно Смотрите У нас По всей Сибири Благодаря Дикому Страшному Невежеству Бушует Мы его называем Правы-неправы Не такие уж Мы специалисты Бактериальный рак И на рак Похож И Только Сильно Скоротечный Похоже Это не грибковое Заболевание А именно Какой-то Ай Трудно быть Не специалистом Вот здесь Бывало Что бы они Пригодились Вы же Выпускница Смотрите Вот эту фотографию Я сделал Это вот Мой забор Срава Этот сосед Ну то есть Я прям Даже калитку не открывал Со своего участка Фотографировал Этим яблоням Сорок лет Они сядут Позже Вот уже прошло Две недели Как я сделал фотографии Они уже цветут Вот Это их видимо Предел И вот Разговариваю я Здесь у нас Такой Владимир Билинский Бывший Он мой коллега Бывший На заводе Этот самый Я говорю Неспроста Сейчас вроде бы как Я же уже с ученым Секом Разговариваю С Ольгой Так вот Он значит Разговарив со мной Ну так же У него участок Он переехал в город Уже старый Вот А был он Зам Главный инженер По Экологии Завода Грамотнейший мужик И вот эту фразу Он мне сказал Я бы не догадался Я только хорошо Что я окупаюсь В этой информации Он говорит В свою очередь Разговаривал с кем-то Со своих Знакомых А весь город Говорит о том Что город остался Без яблок Это ужас Страшный Способствовала этому Обрезка Немеренная Дебильная обрезка Та самая Которая я воюю Ольга Потом посмотрите Мои 70 Эти Остальные 70-80 вебинаров Вы увидите Сколько я проклятий На голову тех Кто Калечит дерево Только ради калечения Вот Чтобы ослабить иммунитет Чтобы он Замерзал Чтобы Покрывалось Трёй И прочими Сволочью Вот И вдруг он говорит С приятелем Разговаривал А мы просто По телефону Обычный разговор Что-то не трёл И вдруг он говорит А приятель Видел На Эдае А Эда это Наш самый первый Этот самый Который лет 50 Уже там Как начали садить деревья Там первая дача Появились Вот Им 40-50 лет Говорят Первые яблони До сих пор живы А вот вам И иммунитет Так надо же Их найти Так надо Пока они живы Их легко определить Это вот у соседа Вот эти Знаешь сколько Я знаю Мы с соседом Местерик покупали Первые саженцы Этим 35 лет Ну 36 где-то Они ещё живы А там 40-50 лет Первое Сады-то заброшены Никто ими не ухаживает Никто их не калечит Потому что Некому Они заброшены сады С них взять ветки Вот вам новое поколение Ведь потеряли 90-98 процентов Этого самого Ассортимента Яблони Да какие яблоки Вы у нас яблоки видели Нет Когда А Кстати Ольга Для вас Только Только для вас Только для вас Так Сейчас Мне надо найти Ой У меня сейчас Сегодня не открывалось У меня сегодня не открывалось Я пробовал зайти Мой сайт Меня вот это вот смутило Один раз Откроется Или нет А там у меня гостевая книга Ой не гостевая Там у меня Фотогалерея Не уже ясно Не откроется Так Тогда в другом месте В архиве Это только для вас Я уверен Что вы первый Последний раз смотрите Вот Ну что делать И все таки Сейчас я найду Урожай Ну вот хотя бы Вот посмотрите Ольга Сюда Видите Вот это Вот все Это маленькая часть Почему Потому что я Когда Эти делаю Это только За те За прежние годы Вот Вот это И есть настоящий сад То есть За моими словами Вы говорите Теории бывают разные Теории разные Практика одна Это называется Щадящая практика Щадящая И вот Получается так Что Если Вот от этого Упираться Да А здесь самое старое Ну вот Сожженного острова Вот видите Это Вот В 2005 Его сожгли А несколько десятков деревьев Уцелел Это 2006 Уже заброшенный был Но потом Тарас Прижгли Вот Кто-то со мной рассчитывался Поняли да Значит возвращаемся Где были Я к чему говорю Я сейчас говорю не вам Был Доскобилов Турсун Мой друг Уникальный садовод Сабаканский Суд Аграрных проблем Вот Поэтому Его работа была бы Где он сейчас Я не знаю Он Ему уже 75 Когда было Догадывайтесь Вот И что получается А звонил Несколько месяцев назад И вот что получается Эту работу Не ведет Никто Вот Мы Садоводы Ольга Я как бы к вам обращаюсь Мы садоводы Так Варимся в своем соку У нас возможности В тысячу раз больше Чем в любом институте Там же надо же Все это посадить Надо Это Все это Отсвеживать А оно Растет на гигантских просторах Еще не все Угробили Нет Не все Соберите эту коллекцию Я обращаюсь через вас Вы уже выпускница Может связи сохранились Вот Потому что Вот эти все люди Они Вот почему он так Рекламирует Это все Потому что он зарабатывает Доктор наук Он зарабатывает И мы не до этого Сами понимаете Вот Вот этот товарищ А вот это вот люди Ну как сказать Там у них Этот Брянский институт Один из тех Кто уже со мной Дружен И знает всю эту Агротехнику Заезжал туда Говорит Там тихий ужас Дальше продолжать Не буду Но я понимаю Не считая Она любого доведет Вот А вот эти люди И запустили Невежеств Этих Чтобы они учили Убивать Вот еще пару слов Ольга Специально для вас Почему я воюю Почему я просто Вот под горячую руку Попали Потому что Эта дама Взяла на наших глазах Ну когда яма была Полуготова Раскопала Большую яму Взрослое дерево А там корни И вот она Огорела корни И говорит Вот три с половиной месяца Они будут А время было июль Июль Вот три с половиной месяца До зимы Они будут закаляться Голые корни Вы Еще не упали со стула? Кандидат наук Дачной феи На всю страну А потом В этом Она показывает Как Ой там Это еще Я могу десяток Преступлений Таких Глупостей Переходя в преступление Назвать Вот А потом Она со своей Второй подругой Что делает? Правильно Берут грабли Выгребает Всю листву Оголяют Почву Для того Чтобы черви Сдохли с голоду Без этой Листрой Да? А потом С вилами Ходит И тычет Говорит Мы сейчас Насытим Кислородом Ну конечно Не смертельно Но я уже Эти глупости Уже видеть не могу Вот такие Вот кандидаты Вот оно Прошлое Наш Вот оно А вы Говорит Холмы Кто бы этим Занялся Если есть Еще Это Случайный Разговор Можно сказать Почти Подслушанный Мною Как-то Сам не догадался Вот Я думал Там уже Не осталось Живых Нет Говорит 40-50 летние Яблони Еще и живы Значит Не тронул их Этот самый Бактериальный рак Кто должен Этим заниматься А сколько У нас Вещей Которых нет Даже в средней Полосе России Ольга Я еще Я теперь Как бы с вами Уже начинаю Разговаривать Сычок Александр Иванович Работал В Россоши Тогда еще Если Даже Обменялись Статьями В газете Вот И он Печатался Присадьбом Хозяйств И опечатался И он Печатал И он Оба Напечатали Нашу Эту Переписку По земле Крупнейшая Сибирская газета Не чурался Не чурался Я до сих пор Горжусь Что Это Хоть Снизошел Снизошел Даже Вот Его фраза Присадьбе Хозяйств 2004 год Абрикосы Высшие Я уже Извините Повторяюсь Абрикосы Высшей линии Воронеж-Курск Там еще третий город Назывался Можно пересчитать По пальцам Это был недавно 2004 год Считайте Вот А у нас уже В этот момент Их было десятки Тысяч Настоящий Абрикосовый рай Прохляпили Не заметили Ваши эти Коллеги А зато Появилось Специальное хозяйство Другие газеты И люди Взяли В руки Что Пилы Ножовки Секаторы Лопаты И давай Уродовать Все Почву Уродовать Уродовать Деревья Все Заливать Ее Появились Насосы Надо Утопить Сгноить А вот Это Ольга Еще одна Вот Выпускница Правда Кострярская Университет Это Савинич Лена Александровна Вот Она в моем саду Вот Она на меня Не обижалась Когда я ее воспитывал Ну конечно Не граблями Вот Она моя помощница была Она прошла Практику Проростную Вот Теперь Почему я ее показываю Специально для вас Я хочу Из вас Ольга Из этого Тебе Звуки Сделать Свою собственную Как Я вас обеспечу Всем этим А вы это будете Растить Так Ну придется Усвоить простенькие Приемы Иначе Просто вам Жизни не хватит А вот так Чтобы через 2-3-4 года У вас уже Сад был такой же Как у меня У меня 2008 Даже не тот сад Да Вот А вот эти фотографии Сейчас нажму Еще раз Понимаете Я хочу Перед вами Извинился Еще раз извинился Я понял Как вам горько Было читать Вот это Сработал инстинкт Ах Раз теми Рязвика Которая Меня Отширнула Значит Давай Шашкой Махать Ага Вот это Все Я вам Помогу Вырастить В течении Пяти лет Так В колу И со вкусом В течении Пяти лет У меня Сейчас Еще Все Целектированные В холодильнике Лежат И сухие Лежат Вот А еще Кое-чем Покажу Ниже Я там Не для вас Старался Когда Готов Вебинар Но Покажу Кое-что Вот Вот Тогда Вот тогда Только Придется Ну-ка Сказать Когда Я слушал Ваш рассказ О посадке Сайленса Там не было Самого главного Вот А что Сейчас Начну Вам рассказывать Я уже В 78 Вебинарах Про это Говорил Пойдем Дальше Вот это Я вам гарантирую За пять лет Согласны И это Будет Мое Исправление Моя ошибка То что я Не то что Нахамил Ну Наверное Горел с высока Вот Потому что Поговорить было Нам не с кем Идем дальше Вот Кстати Вы вырвите Сразу вперед Вот Это Ирина Была на курсах По повышению Кемеразюки Она Изнакомилась С моей Технологией Так Она Показывала Эти же фотографии Все Вот Интереса Никакого То есть Они не собираются Переходить От постройки Запорожцев К постройки Мерседесов Не хотят Вот Так Ни одного Нет Ни одного Позыва Вот Теперь Идем дальше Вот смотрите Я как бы Уже Для вас Для вас Что ли Для меня Посева Семян 5-8 Сантиметров Да Видите Да Значит Это Еще одна Ваша Как ее назвать Как ее назвать Господи Ну Короче Кончали Одну и то Скажем так Вот эти 5-8 Сантиметров Вот Дальше Ниже Ну то есть Кандидат наук Да Дальше 5-8 Сантиметров Это смерть Мы это проходили Может потом Еще заикнусь Слегка Ну пока Поэтому Поверьте просто на слово Потому что Я не уделюсь Если вы этого не знаете Ведь это Официальная книга Вот Человек со всеми Регалиями Напечатал Вот Инвестерское образование Чего вы хотите Вот это вот Я показывал вам И вот это Поймите правильно Я заикнул Вы написали Что Вы уже тогда Проходили обрезку Вот И вот Смотрите Это человек Который Авторитетнейший Считается Помните Там вроде Абрикосов нет Но Абрикосы вроде бы Занимаются Ими Вот Правильно Почему-то Мои фотографии Приславят Вот смотрите Буквально Одну секунду Для вас Потому что Вы могли Это Посмотреть Могли Тогда дальше Не смотреть Давление Подскочил Когда Прошелся По вам Сейчас я просто В одном случае Вот это Слова Поддерживает Дерево В состоянии Обрезка В состоянии Постоянного Роста Никогда Не могу понять Если человеку Отрезать голову Все Вторая Не вырастет Но Тут Имеется ввиду Видимо Это Человеку Докажется Что После обрезки Что-то Опять Возбуждается Опять Растет И человеку Почему-то Кажется Что он Еще и лучше Растет Но Это Только Кажется Позволяет Растению Самостоятельно Противостоять Различным Заболеваниям То есть Если дерево Не трогать Оно Болеет Подошли Убрали Цитирую Эти же Ветки Что растут Вниз Ветки Что растут Вверх Ветки Что растут Бог Ветки Что растут Внутрь Вертикально Вот И после этого Оно что должно быть Противостоять Различным Заболеваниям Для меня Теперь оно Напрячь Больное Эти Дальшефея Работает Только с больными Деревья Только с больными Потому что У них где взять Здоровое дерево Чтобы искалечить Они уже Больные деревья Добивают Вот При обрезке Количество Ну тут Это про это Чуть позже Вот В общем Вот Именно вот это вот Что Обрезка Позволяет растению Самостоятельно Противостоять Заболеваниям Это Страшное заблуждение Поняли И опять Что Кандидат на ухо Вот Видите Мы просто попали Под раздачу Так Фотографию Прислал Мой брат Железов Юрий Рассказывал Как анекдот Выслал Косточки В прошлом году Зацвели У соседа Он поделился А его только Вот сейчас Вот это Косовская область Там где считается Делать то нечего Теперь так Сейчас Клоточек Что Класс Класс Продолжение следует... Продолжение следует...